Ребята, всем привет, добро пожаловать снова на мой канал, с вами Доминик Хорошавин и в рамках первого этапа Вормап Лиги для новичков на платформе Света Корсу хотелось бы провести вас по быстрому кругу на трассе Барселона GP на автомобиле Volkswagen Polo Собственно, давайте начинать. Ой, что это у нас случилось? В общем, что хочу сказать. Быстрый круг на этом треке надо начинать на самом деле уже вот в этих поворотах То есть максимально важно выйти быстро и безошибочно из вот этого медленной шиканы и максимально быстро пройти вот этот последний поворот без особых резких движений, чтобы наша машина не замедлилась И я объясню почему. Этот прямик очень длинный для автомобиля этого класса, для автомобиля таких скоростей Соответственно, если мы выйдем хреново, да, если мы будем терять скорость, то из-за того, что прямик безумно длинный то можно потерять порядка 2-3 десятых на круге Следующая точка торможения Сто метровка мы скидываемся до третьей передачи и используем поребрики Что в первом повороте, что в следующем повороте Третий поворот мы проходим на третьей передаче Стараемся держаться как можно ближе к внутреннему поребрику И где-то уже к середине Апекса мы начинаем распускать наш автомобиль Следующий, четвертый поворот перед мостиком Тенью от мостика мы тормозим Третья передача, трейлбрейкинг Держимся, опять же, внутренней части поворота Нет особого смысла распускать автомобиль до внешнего края Так как вы потеряете время на том, что проедете лишние метры Следующий, пятый поворот Достаточно позднее торможение Вторая передача по такой же схеме, да, с небольшим трейлбрейкингом Мы ее направляем вовнутрь Следующая секция шестого и седьмого поворота Тормозим на начале поребрика Третья передача, используем поребрик внутри И используем также следующий поребрик Возможно, даже можно назвать это, что это небольшая срезка трека Восьмой поворот, третья передача Можно иногда проходить на четвертой Все зависит от того, как вы себя уверенно чувствуете Используя поребрики, как и внутренний, так и внешний Прямик, можно немножко передохнуть, расслабиться и так далее Прибежаемся к девятому повороту Точка торможения, 100 метров Вторая передача Снова трейлбрейкинг Закидываем ее вовнутрь Распускаем на выходе Стараемся сильно не использовать здесь зеленого покрытия Иначе она вас замедлит Следующая секция поворотов Буквально чуть-чуть нажимаем на тормоз И сразу открываем газ Третья передача Здесь абсолютно нет никакой необходимости Сбрасываться до второго передачи Используем зеленое покрытие Следующая секция поворота Также первый поворот проходит у нас на третьей передаче Сильно не выезжаем на внешнюю сторону Вторая передача Последний шиканя Важно набрать здесь очень хороший выход Третья передача И мы начинаем выходить на стартовую финишную прямую И собственно подъезжаем к концу этого круга И время нашего круга Это 2 минуты 13 и 2 Это не самый мой лучший результат Но скажем так Круг был полезным Больше не то чтобы даже на скорость А то чтобы именно рассказать Что куда, что к чему, как ехать Я думаю вам это было очень полезным Если кому интересно Мой бест лап на этом треке На этой машине 2 минуты 12 и 9 По-моему То есть буквально на 3 десяточки Я медленнее своего лучшего времени проехал Вот Собственно как-то так Спасибо всем за просмотр этого видео Если есть какие-то комментарии Какие-то вопросы Обязательно их задавайте Я с удовольствием на них отвечу Поговорю Поэтому всем спасибо большое Кто посмотрел этот хот лап Обязательно подписывайтесь Обязательно ставьте лайк И до скорых встреч Скоро увидимся Ари Ведерчи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok